Ну что ж, добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, спасибо моему коллеге Александру Кашабову, мы продолжаем наш ежедневный двухчасовой бизнес-канал, ну и в это время, как раз время сухого остатка, меня зовут Олег Дмитриев, значит, тема сегодняшнего эфира, мы связались с недавно завершившимся Дововским форумом, ну, собственно, поговорим несколько о нем, о том, что, кто и по поводу чего там говорил, и, конечно, хотелось бы понять, насколько реально вообще ожидания наших властителей, наших дум с точки зрения дальнейшего развития экономической ситуации. Вот об этом сегодня речь. Прежде всего, я представляю гостей сегодня в студии сухого остатка. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Михаил, добрый день. Добрый день. И Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. Добрый день, Владимир. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться, как всегда, к нашему эфиру. Телефон прямого эфира, телефон нашей студии 6510-996, код города 495, сайт компании finam.fm. Ну, наверное, не уверен я, что подавляющее большинство вас, уважаемые слушатели, следили за событиями в Давосе, но, тем не менее, если кто-то это и делал, да, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу происшедшего события. И, учитывая сегодняшнее, давайте так я пронесу, заглавие нашего эфира, да, тема нашего эфира, звучит так. Давосский форум прописал мировой экономике структурные реформы. И где же брать новые источники для роста этой самой мировой экономики? Вот этот вопрос я адресую еще раз нашим радиослушателям. Как вы думаете, где они, эти новые источники роста? Ну, и давайте начнем еще один небольшой анонс. На минувших выходных в швейцарском Давосе завершился 44-й ежегодный всемирный экономический форум. Одно из крупнейших событий в году, эксклюзивная встреча сильных мира сего, политиков, миллиардеров и так далее. Ну, и, если можно, Михаил, с вас мы начнем. Коротко о итогах этого форума. Нет, ну, итоги у каждого свои, безусловно, потому что это огромное мероприятие, которое обсуждает практически все. И там, для кого-то важно гендерное равенство. Ура, ура, ура. Для кого-то важна борьба с социальной отчужденностью, как для Папы Римского, который специально посвятил послание. И это хорошая пиарная победа. Для меня важны следующие вещи. Первое. Мировой дух, о котором писал товарищ Гегель в свое время, Давос покинул достаточно давно и не вернулся. То есть Давос — это место для хорошего отдыха с приятной беседой и для завязывания бизнес-контактов. Место, где определяется повестка дня для мира, уже много-много лет какое-то другое. Может быть, такого места вообще нет. Вот в начале 90-х это был Давос. Понятно, что это уже другое место достаточно давно. И многие серьезные люди, если просто почитать список туда, не ездят, потому что слишком много народу. Это уже такая ярмарка тщеславия. Несмотря на это, очень много очень важных вещей. Первое. Для мира. Чудесное выступление господина Камерона. Я не знаю, какие были лица российского руководства во время этого выступления. Я думаю, что они решили, что что позволено Юпитеру, то не положено колониальным или полуколониальным странам. Для ускорения развития экономики Великобритании, которая, по-моему, сейчас вторая по темпам роста среди большой семерки после Японии. Программа из пяти пунктов. Снижение дефицита бюджета и контроль за уровнем газдолга. Понятно, что это традиционная вещь, особенно в таких финансовых бутиках, как Великобритания. Но дальше. Снижение налогов на труд. Привет Российской Федерации. Сокращение иммиграции. Привет Российской Федерации. Поддержка образовательных программ и льгота для бизнеса, создающего новые рабочие места. Привет Российской Федерации. Кроме того, мы вкладываем миллиарды в инфраструктуру, в том числе в дорожное строительство. Но норматив воровства там явно не российский. С другой стороны, позиция Российской Федерации. Приехала большая делегация во главе с вице-премьером Дворковичем. Не буду комментировать, но уже, так сказать, понятно, что это. Две задачи. Первая. Отрекламировать Олимпиаду в Сочи. Вторая задача. Это действительно прогнозы России на будущее. Интересная секция. Прошлый раз тоже был самый позитивный сценарий регионального развития, когда регионы вдруг начинают бурно развиваться. И все вместе, как упряжка лошадей, бегущих в разные стороны, вытягивают Россию в экономический рост. Но сейчас мы видим, что акцент уже на централизованном. Это не просто один из сценариев. Что акцент сознательно сделан на региональное развитие. Вообще говоря, это называется перекладывание ответственности с федерального центра на его жертвы. Мы знаем, что практически все российские регионы имеют дефицитные бюджеты даже после государственной помощи. Мы знаем, что все с ума дружно сойти не могут. Это результат политики федерального центра. И когда сейчас представители этого самого федерального центра говорят, что главное это региональное развитие, ну, вы знаете, это немножко странно выглядит. Но правда, я думаю, что на фоне презентации Олимпиады в Сочи этой странности никто не заметит. Да, да, это очевидно. Спасибо, Михаил. Владимир, вот если позволите, точно так же, да, я процитирую Михаила. Для меня важно, для каждого, видимо, важно что-то особенное, иное. Что важно для тебя по итогам форума? Ну, на самом деле, я бы не сказал такое, что действительно какие-то мега важные вещи, которые меня, скажем так, серьезно поразили, да. То есть я бы больше как-то смотрел на вещи, как бы отношения, скажем так, к глобальным вещам, да, куда будет развиваться глобальная экономика и так далее. Важных вещей две, да, то есть это некое первое, это беспокоимость неравенства, да. То есть можно по-разному там относиться к этому, да, там хорошо это или плохо, ну, в общем, такой момент, да, на это обращали почему-то внимание. Второй момент, это, скажем, тот факт, что развитие технологий и вот эти всякие вещи, связанные там с новыми рабочими местами, которые потребуют там более высокого уровня образования и так далее, да, они, в общем-то, серьезно поменяют и меняют уже, собственно, скажем так, социальную структуру населения, да, то, что появляется очень много, скажем так, ненужных, скажем так, специальностей, ненужных людей, да. То есть вопрос, что делать, чем занимает всех этих, все это население. Вот, соответственно, ну и третий момент, да, это то, что развитие и развивающиеся рынки, да, то, что как бы так интересно, да, то, что когда там начало обсуждение того, что, наверное, все-таки рост будет пока конфликт в развитых рынках, в общем-то, то, что мы сейчас видим на фондовых площадках, это, в общем-то, ну, скажем, в чем-то, наверное, отговорок от этих заявлений. А, наверное, все, то есть по России, ну, опять же, да, здесь соглашусь с коллегой, в общем, интересные были, конечно, такие, там, опять очередной прогноз, да, но, в общем-то, действительно, выглядит все это очень странно, да, то есть нашли какую-то новую тему, о которой еще раньше не слышали, да, или которую еще не так сильно пропедалировали, и давайте ее там попробуем продать. Вот, ну, наверное, пока не более того. Я понял, Михаил. Да, я прошу извинения, так сказать, о ВРД. Очень важная вещь в плане развития мировой экономики две. Первая. Соединенные Штаты Америки, сланцевая революция переходит в макроэкономическую плоскость. Удешевление энергии позволило повысить стоимость денег. Это происходит вот сейчас на наших глазах, сжатие, сокращение количественного смягчения, и это трансформирует мировые финансовые потоки. Раз. Это вот то, что происходит сейчас и происходило во время Даутского форума. Это вот сегодняшний день. И вторая вещь очень важная. Ну, я сначала, как экономист, просто посмеялся над тем, что резко расширилась доля неэкономических тем, резко сократилась доля экономических тем. Но это вызвано объективной причиной. Все понимают, что сегодняшняя модель экономики, свой ресурс выработала не только в России, но и во всем мире в целом, что она должна быть заменена какой-то новой моделью. Контуры этой новой модели большинству не ясны. Ну, большинству, по крайней мере, не ясны. И когда непонятно, что мы делаем на нашей поляне, правильная технология решения проблемы — это резкое расширение поля зрения, расширение кругозора. Посмотреть, что вокруг, какие факторы мы не учитываем, какие факторы новые нас могут выручить. Что нам можно подсказать? И с другой стороны, как правильно было сказано, это то, что новые технологии наконец-то начали трансформировать общество. 30 лет мы этого ждали, дождались на свою голову, сбылась мечта. И вот расширение этого кругозора, понимание того, что экономика — это больше не главное, и, наверное, вообще не главное, это действительно некоторая революционность данного доводского форума. Хотя, может быть, не совсем явная, но это принципиальная вещь. Можно немножко другую тему? Немножко, смотрите, вот часть технологий, да, то, что технологии меняют мир, это было, в принципе, всегда. Возьмите техническую революцию, да, то есть, ну, всегда, там, последние, там, несколько сотен лет уже это, в общем-то, происходит, в общем-то, постоянно, да, то, что какие-то появляются новые технологии, старые отмирают и так далее, постоянно появляются какие-то вещи, там, ненужные работы. Здесь, мне кажется, немножко другая тема, что, как бы, неготовность, опять же, обсуждать экономические темы, может быть, еще обусловно тем, что реально сделать по мировой экономике особо-то нет возможности ее как-то простимулировать, вернуть на быстрые темпы роста. То есть, если бы такие возможности были, мы так пристально не смотрели, да? Я думаю, что да, с одной стороны. То есть, отчасти может быть связано с тем, что действительно меняется модель, да, потому что у нас идет глобальное старение населения, да, меняется, то есть, закончился сырьевой цикл, да, по крайней мере, сейчас действительно там страны, традиционные экспортеры нефти, например, да, то есть, в общем-то, на них там, к ним нужно сейчас относиться несколько иначе, чем 10 лет назад. Что касается там темпов роста развитых рынков, развивающихся, по сравнению, по сравнению, рынков, то здесь, опять же, да, тема следующая. Первое, да, потенциальные темпы роста снизились, просто потому, что банально страны стали богаче. Второе, качество инвестиций, качество активов сильно ухудшилось за последние годы, да, опять же, это одна из болезней, в том числе, рост, ну, понятно, что там коррупция. Ну, и третий момент, то, что, опять же, с точки зрения сырья, да, что, там, например, Россия, да, как экспортер сырья, наверное, расти больше не сможет. Да, и не только Россия, но и там ряд других стран. Поэтому, вот, как мне кажется, да, то есть, отчасти вот этот вот, ну, скажем, скажем так, уход от экономических тем, наверное, связанных с тем, что просто сказать особо здесь, наверное, сейчас нечего, да, слишком... Ну, как Михаил говорит, это все на ощупь, да, никто не понимает еще, что происходит. Я прошу прощения, у нас есть, да, у нас есть на связи, уже мы набрали, чтобы долго не держать, наш коллега из Санкт-Петербурга. Это Игорь Юков, директор дипломного проектирования Стокгольмской школы экономики в России. И поэтому давайте подключим его к нашему разговору. Игорь, день добрый, вы в эфире, вы нас слышите? Алло, Игорь. Нет, к сожалению, не удержался. Не удержался. Я хотел бы добавить, действительно, эта растерянность вызвана еще тем, что отсутствует внятный субъект изменений в глобальной экономике. То есть, даже если кто-то поймет, что нужно делать и как нужно стимулировать глобальную экономику, непонятно, кем ее стимулировать. Извините, о субъекте, кого вы имеете в виду? Вот кто будет стимулировать глобальную экономику? Вот мы придумали. Все согласны. Доводский форум проголосовал за. Все в телячьем восторге. Нам дают Нобелевскую премию. Кто будет осуществлять эти меры? Глобальный бизнес больше, чем любое государство. Любое государство. Соответственно, государство уже не может. Возможности государства ограничены, даже американского и китайского. С другой стороны, глобальный бизнес сам по себе разрознен. Он объединен общим пониманием проблемы, но прибыль каждый получает отдельно. Когда-то был Международный валютный фонд, прообраз мирового правительства. Но как-то от этой темы все дружно отошли, потому что, с одной стороны, и товарищ Струскан себя показал, и выявилось большое количество конфликтов интересов, а с другой стороны, бюрократия МВФ осталась бюрократия МВФ, и никто симпатии не питает. Михаил, мы вновь на связи с Игорем. Давайте мы подключим его к разговору. Итак, Игорь. Игорь. Опять сорвался звонок. Это Питер. Да. Это не к добру, я боюсь. Да, можно немножко добавить. Вопрос, опять же, всегда там некий объект, субъект. Собственно, вопрос о том, что, ну не знаю, мне кажется, что сейчас вот какого-то единого мнения, которое будет там, не знаю, единой политики для всей мировой экономики, мне кажется, это не совсем правильный подход-то вообще-то. А вообще, в принципе, может быть единая мировая экономическая политика? Зачем? Кстати, по поводу субъекта. Мы говорили же, и, наверное, есть смысл после вчерашнего заседания Федрезера вспомнить, вот есть Соединенные Штаты Америки, они показывают, ну, вроде бы неплохие, в принципе, восстановления. Почему? Потому что США действуют в своих интересах. То есть, когда, собственно... Ну, бог с ним, бог с ним. Вот опять же, да, почему, не знаю, все страны должны действовать в общих интересах, понимаете? Абсолютно непонятно. Ну, Михаил правильно говорит, каждый считает денежки-то по-своему. Вот именно. Да, понятное дело, что если найти там, ну, стандартная задача, там, экономики, да, дайте диктатора, как бы он поступал, да, там, умный и разумный, и так далее, либо, соответственно, там, как это называется, скажем, действия каждого по-одельному, стандартам, трагедия общины и так далее. Но, к сожалению, вот, мне кажется, на данном этапе, да, то здесь каждый должен думать о самой себе, вот честно. Вот, не знаю, почему, но вот именно почему невозможно сделать такого единого диктатора, да, вот я имею в виду, там, теоретически, да, но технически, вы представляете, что, в общем-то, я думаю, что любое решение будет, в общем-то, восприниматься очень... Да, Михаил. Одна из правильных Нобелевских премий по экономике была дана как раз за... Одна из заслуженных, да, вы имеете? Как раз за доказательство того, что данная задача теоретически имеет решение и серьезное продвижение к этому решению. Но самое главное, что это одно другому не противоречит. Если каждый будет действовать в своих собственных интересах, никто не заинтересован в разрушении системы, глобальный рынок пока еще остается, эти интересы можно состыковать. Другое дело, что государству можно договариваться с государством, корпорацией, можно договариваться с корпорацией, но у нас на глобальном уровне действуют, во-первых, теневые структуры, которые ненаблюдаемы, раз, не обязательно преступные, объединение корпораций. Во-вторых, часть государств не едина внутри себя, даже очень серьезных, поэтому не может быть субъектом переговоров. Ну и в итоге мы видим, что есть Соединенные Штаты Америки, которые дирижируют, которые действуют в своих интересах, остальной мир как-то под них подстраивается. И эта система пока работает. И более того, действительно, можно сказать, что у нас будет одна страна, которая будет расти уверенно за счет экспорта сырья, и это США. Совершенно верно. Ну, я скажу, пока начнется кратчение импорта, ну ладно. Нет, с 2016 года. Друзья, я прошу прощения, к сожалению, до Игоря мы все же не дозвонились, но у нас есть звонок от слушателя, поэтому альтернатива в какой-то степени, давайте пообщаемся с ним. Итак, Максим, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. У меня одна просьба, одна короткая ремарка и два вопроса. Просьба говорить как бы в микрофон, больше гостей касается. Плохо слышно или что? Ну да, то есть как-то вот звук получается приглушенный. Ремарка небольшая в связи с нынешней ситуацией с рублем приятно удивила. Нет ажиотажа в обществе вообще никакого. А вы оцениваете отсутствие ажиотажа по каким параметрам? Или вы смотрите, что очередь нет в обменнике или что-то? Нет очереди в обменнике. Идет такое, как бы, ну, рабочее обсуждение, да, действительно, как бы, есть. Ну, вот такой паники и такого, как бы, ажиотажа, которые были в прошлые разы, наблюдается гораздо меньше. Вот, это вот Михаил Деляй, но, кстати, по его поступлению 21, по-моему, января. Он подсказал, как бы, вот эту вот тему. Ну вот. Два вопроса касаются, значит, первое. Шкурный вопрос. Вот сыну 15 лет, готовлю его, скажем так, морально к поступлению в институт, чтобы выбрать институт. Как бы, как оценивают ваши гости, будет ли разделение на экономические зоны в перспективе 5-ти лет. И вот, соответственно, как бы, сейчас рассматриваю варианты технических специальностей, никаких экономистов-финансистов. И второй вопрос, насколько я понял, на русском форуме вообще не касались темы причин кризиса. И не кажется ли, уважаемым гостям, что это не от того, что они хотят, как бы, заниматься или не знают про них, а что, собственно, выхода из сложившейся ситуации, удобного для публичного обсуждения, собственно говоря, нет. А заниматься обсуждением, как бы, рядом переворотов, революции, кризисов уже таких, которые приведут к смене режимов политических в ряде стран, в том числе и довольно крупных, ну, и как-то не комильфу обсуждать. Понятно. Спасибо, Максим, спасибо вам за звонок. Итак, давайте я попытаюсь структурировать. Во-первых, реплика касаемо отсутствия ажиотажа, да, на то, что происходит на валютном рынке. И почему-то Максим адресовал... Вы знаете, не только у меня плохая дикция, я тоже не совсем понял, что адресовано ко мне персонально, что там был 21 января. Ну, во-первых, это хорошо у нас, спокойное общество. Во-вторых, нужно понимать, что у значительной части россиян сбережений нет. И, собственно говоря, и перекладывать нечего. Хотя парадоксально, очень часто бывает, что те, у кого нет сбережений, больше всего и переживают по поводу происходящих событий. Потому что импорт дорожает и сокращается ассортимент лекарств из-за удорожания импорта. Но я могу сказать, что у меня, скажем, мои социальные сети забиты вопросами о том, что делать, куда бежать, как долго это продлится. К эксперту обращаются, очевидно. Так что это ажиотаж такой тихий. Это ажиотаж тихий. А что касается того, что нет паники, ну так извините, у нас не кратное удешевление рубля. У нас удешевление рубля менее чем на 10%. Ну, вопрос откуда считается. Пока еще, да. За полтора месяца. Ну, да. Ну, на 10%. Примерно на 10%. Ну, да. Смотрите, я просто здесь поддержу то, что посмотрите, опять же, сравните российскую инфляцию, долларовую инфляцию и курс рубля. Я прошу, что очень много людей говорит так, причем абсолютно разумно. Ну, а что вы хотите? Курс доллара не может быть на уровне 2000 года, когда 13 лет росли цены. И мало-майски продвинутые люди это понимают, что это естественно. То есть, ну да, собственно, одна проблема, да, одна валюта не дешевеет по линейке. Вот и все. То есть, у вас где-то она остановилась, сейчас там ликвидируем это отставание. Все, ну, спокойно к этому. Но, тем не менее, мы сравниваем, да, стоимость того же доллара в рублях в 2000 году и в 2014. Мы понимаем, что процесс этот нормальный. Мы с тех пор сильно укрепились. То есть, мы даже укрепились и сдерживали искусственно все время этот курс. Ну, там, скажем так, наоборот, даже ЦБ большую часть времени действовал, скажем так, на то, чтобы рубль еще больше не укреплялся. Да, как бы там, наоборот, собственно, золото-валютные резервы они откуда берутся. Золото-валютные резервы это побочный продукт того, что ЦБ сдерживает укрепление рубля. Ну, в нашем случае. Больше ниоткуда им взяться, ниоткуда просто. Вот, поэтому тут, мне кажется, с рублем надо просто спокойно относиться, что да, бывают периоды, когда действительно там резкого ослабления, ну, как бы, они обычно там заканчиваются какой-то стабилизацией. То есть, 4-6% в год ослабление, это, мне кажется, вполне нормальный темп. Кстати, вот я читаю сейчас интернет, и наши слушатели комментируют все, что происходит сейчас в студии. Вот, в частности, разговор о панике. Паники нет, но при этом в некоторых банках, в банкоматах нет наличных долларов и евро. Это действие такое. О чем говорит? Действие такое. Ну, это, что банк не готов к этому. Что он не готов осуществлять обменную операцию, у него там баланс соответствующий. Он обрал кредитовую валюту. То есть, это не связано с тем, что происходит? Нет, это вполне связано с тем, что происходит, но это не является системной проблемой. Это не проблема банковской системы, это проблема гениального менеджмента данного банка. Ну, слушайте, там, на самом деле, может быть... Все, что угодно может быть. Там менеджмент различного уровня, условно говоря, не завезли, нужно количество долларов. Механик забил. Именно технический момент все же, да? Да, то есть, при желании купить доллары, я думаю, проблем сейчас нет. Вот по дороге сюда 12 обменок, я насчитал. Причем, курс валюты различается на 70 копеек. Можно еще и арбитраж. Да, совершенно верно. Сейчас еще не устаканилось, потому что сегодня опять у нас обновляются максимумы. 68 копеек сегодня вырос официальный курс. А рыночный вырос, по-моему, на 10 или что-то там. Друзья мои, ладно, мы немножко, так сказать... А куда дитё отдать? Важный вопрос. Сосредоточиться. Я, кстати, не очень понял, Максим, извините, да, по поводу того, что вы говорите, да, планируете отдать своего ребенка. Экономические зоны... Нет, 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 это два разных вопроса. Два разных вопроса. Что он пойдет куда-то в технари, и куда его отдавать в технари? Ну, у меня два ответа. Все зависит от его, так сказать, уровня и от его склонностей. Хорошая ниша инженер-технолог товаров массового потребления на самом деле. Хорошая ниша — это математика, которая в нашей стране все еще нормальная. Вот, и хорошая ниша — это то, что у нас стандартная МИФИ, МВТУ... Ну, естественно, не на факультет теологии, понятно, не на факультет маркетинга. Нет, на факультет теологии чем плохо? Хорош, но лучше в Сергиев Посад. Пусть любой вещи нужно учиться у специалиста. Марксизм и теология в Сергиев Посад. Вот, с этим согласен. Давайте все-таки не унимается наш слушатель. Опять возвращаемся к теме ослабления рубля. И еще раз я процитирую его следующую реплику. А как в таком случае, пишет он, можно объяснить заявление Центрального банка, что они больше не будут сдерживать курс. Сейчас, Михаил. Но потом через несколько дней выясняется, что они пытаются как-то остановить падение рубля и, соответственно, вливают миллиард или два миллиарда, ну не долларов, только рублей, наверное. Один миллиард долларов была дневная интервенция. В качестве валюты интервенции. Вчера, по-моему, была на скидке около двух. Миллиардов. Тратятся наши золотовалютные... Да нет, там, на самом деле, ситуация очень простая. У ЦБ есть устраившийся механизм. Он, собственно говоря, не вмешивается в курс, то есть в том плане, что он делает таких волонтаристских интервенций. А раньше причем это было? Да, он делает с точностью все по схеме. Да, ребят, смотрите, курс от... Там в одном рубле от границы корзины мы максимум 400 в день. От рубля до двух – 200. На границе мы интервеним сколько надо. Да, чтобы остановить. Но каждые 350 миллионов интервенций мы сдвигаем ее на 5 копеек. То есть, пожалуйста, рубль более-менее свободен. Но единственное, что он не сможет очень быстро ослабеть, либо очень быстро укрепляться на границе. Все. И, собственно говоря, мы буквально когда в понедельник достигли как раз верхней границы, и дальше мы по этому объему интервенций резко вырос. Но все идет, в общем, по тем записанным правилам ЦБ, которые он опубликовал. То есть там ничего нового нет. Плюс к этому есть публичные заявления, есть идеологии, есть практика. Когда госпожу Юдаеву, прекрасного макроэкономиста, но, судя по всему, еще не обмявшегося со своими новыми полномочиями Банки России, спрашивают, а от чего зависит курс рубля? И человек рассказывает подробно, как курс рубля зависит от политики ФРС. Как курс рубля зависит от политики Европейского банка. И ни словом говорит о том, что курс рубля вообще-то еще теоретически зависит и от политики Банка России тоже. Это влияет на всех и на рынки тоже. Ну подождите, вот подобные заявления от уважаемых людей, от официальных лиц, они рассчитаны на кого? Мы не обсуждаем уровень государственной бюрократии Российской Федерации. Надеюсь. То есть я могу пообсуждать прямо здесь и сейчас. Не надо, не надо. Я это знаю прекрасно. Есть идея, есть идеология, что чем меньше государство экономики, тем лучше. Ну и вот в этой идеологии, в стратегии Банка России дошли до определенного уровня, отпускаем. Отпустили, ой, не получается. Ну так и скорректировали свою политику, молодцы, что скорректировали. Тем более, что в рамках правил. Нет, подождите. Ничего не ломая. На что, значит, не получается? Как раз получается. Смотрите, ну... Главная задача, это не делать это резко. Просто я в защиту Ксении скажу следующее. Что на самом деле заявление абсолютно правильное. По одной простой причине, что сейчас определяющим для курса рубля как раз является политика ФРС. Ну и не только для курса рубля, кстати. Не только для курса рубля, а для курса турецкой лиры, даже канадского доллара и всего остального. То есть для целого ряд других валют. Те интервенции ЦБ, которые он делает, они противостоять этому движению не могут. Не могут. Объем не тот. То есть если вспомнить тот же самый 2009 год, там помним, там меньше, чем за три месяца, там за сходом было, если не ошибаюсь, 200 миллиардов долларов. На интервенции. На интервенции, да. На удержание. 200 миллиардов. Четверть триллиона было. Даже четверть. 20 миллиардов мы не признали, 230 с чем-то. Ну вот, тем более. Сейчас объем интервенций за последние полгода, он, ну там, по-моему, сколько я еще считал, то ли 20 миллиардов, то ли даже меньше. Ну что-то в этом роде. Совокупно ты имеешь 20 миллиардов? Да, совокупно. Ну 22, извините, я пью, 22,1 миллиарда сокращений международных резервов за весь 13-й год. То есть это вот ни о чем, да. То есть можно сказать следующее, что ЦБ на самом деле на валютный курс влияет сейчас очень слабо. Вот в рамках своих интервенций. Поэтому, в принципе, она права, да, с той точки зрения, что конкретно сейчас, да, там, действительно, надо смотреть на международные рынки. Но, в принципе, да, если ЦБ действительно поменяет там подход, скажет, что ладно, так, нам надоело, что рубль ослабевает, давайте-ка мы сейчас стоим раз-два. ЦБ это может сделать теоретически. Но просто сейчас он этого не делает. Ну, на самом деле, есть объективная вещь, потому что экономика сыпется, так, по-хорошему, да. Платежный баланс ухудшается, хотя и позитивный текущий баланс, но ухудшается сильно. Международный резерв, да, сократились на 22 миллиарда, это ничто, но сократились без модернизации, не просто сократились из-за конъюнктуры. То есть нужно как-то подстегивать экономику. Как ее подстегивать? Чем ее подстегивать? Это уже вопрос не ЦБ, это вопрос государства в целом. В рамках ВТО простые методы мы применять больше не можем. Сложные методы, мы только-только о них задумались, сегодня создали центр, но, если говорить по-честному, поведению торговых споров в рамках ВТО сегодня. Об этом прошло сообщение. С опозданием на 14 лет. Что можно делать? Только девальвация. Поскольку она уже назрела и объективна, вот вам получите. Михаил, Владимир, смотрите, у нас осталась минутка, и тем не менее, вот еще есть одна реплика от нашего слушателя Романа. Давайте уж мы ответим ему на вопрос и уйдем на рекламу. Итак, Роман спрашивает. Есть мнение эксперт, что в результате падения курса рубля выиграл бюджет. Ну или должен выиграть, или выигрывает. Но в чем этот выигрыш, пишет он, если они, кто они, только непонятно, вынуждены тратить миллиарды долларов, ну, видимо, на удержание этого коридора. Так что они получили и потратили одну... Тратит Банк России, это отдельно. Бюджет, это отдельно. Бюджет собирает таможенные пошлины, получает их в валюте, пересчитывают это в рубли по курсу, чем выше курс. Отдельная статья доходов или расходов бюджета, это курсовая разница. Она в плюсе, все счастливы. Ну, а по поводу золотовалютных резервов я скажу так. В очередной раз повторюсь, смотрите, золотовалютные резервы — это побочный продукт удержания рубля от ослабления. Соответственно, единственное, на что их можно, точнее, от укрепления, единственное, на что их можно потратить реально, да, это удержать рубль от его ослабления. Так, международные резервы включают в себя золотовалютный резерв Банка России и резервы федерального бюджета в валютной форме. В валютной форме. И резервы федерального бюджета можно тратить на что угодно. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, очень интересное. Да, давайте мы прервем, все-таки послушаем рекламку, и потом пару минут и продолжим эфир. Итак, друзья, продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Напомню, сегодня в студии Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, и Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией Альфа Капитал. Мы обсуждаем итоги Довозского форума, собственно, и происходящее все рядом событие, да, особенно те, которые, естественно, больше всего нас с вами задевают в поседневной жизни. Собственно, вот мы сейчас говорили о том, что происходит на валютной бирже, Московской бирже, да, на валютной секции Московской биржи, ослабление рубля. Это была последняя обсуждаемая нами тема. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510-99,6, код города 495, сайт компании финам.фм, присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями. Ну, о рубле все мы, наверное, закончили более-менее? Давайте закончим. Давайте закончим. Как о покойном, только хорошее. И самое главное, что бы ни было, я абсолютно уверен в том, что он нас всех переживет. Безусловно, безусловно. Ну и потом он непокойный, все-таки в этом случае. Нет, он еще бодренький. Бодрячок. Бывают ситуации похожи. Безусловно, безусловно. Давайте там вернемся. И, кстати, если можно, давайте Максима, звонок Максима вспомним, потому что у него там несколько было деталей. Одна из них, вот последняя, по крайней мере, то есть мы посоветовали, да, и куда, наверное, отдать ребенка можно. Максим такую точку зрения озвучил, что на Дововском форуме, на последнем форуме не было ничего по поводу кризиса, потому что никто не знает его причину. Да вот я думаю, что по поводу причин, поводов более-менее понятно, да, тут, знаете, это неинтересно, да, в четвертый раз там пережевывать все эти вещи, да, что произошло, почему, да. Гораздо интереснее, так сказать, понять, как жить дальше. Да, и, в общем-то, проблема-то как раз в том, что, как бы, это неинтересно, а как жить дальше, никто не знает. Вот, собственно, есть так вкратце весь пересказ, да. Не знаю, то есть мы, когда делали наш, там, прогноз, да, в виде, там, на ближайшую, там, пятилетку, там, длинный горизонт, да, условно говоря, ну, не знаю, мне кажется, вот то, что происходит сейчас реально, вот, серьезная тема, демография все-таки, да, потому что в мире, да, то есть я как-то был очень сильно удивлен, как-то я недавно поднял для себя вопрос, насколько быстро стареет население земли, не только России, да, там, Китая, США, да, ну, США, там, правда, миграция есть из Мексики, да, то есть забавно вчера, там, с одними коллегами встречались, не сказали, что замечательную цифру 20% жителей Кавелорадо родились в Мексике. Здорово. Это объем, вот, просто к объему миграции, да, там, это самое. Вторая тема, это то, что все-таки, да, вот этот вот глобальный, опять же, разворот, скажем так, инвестиционных потоков, если раньше развитые рынки расценивались, как такой драйвер роста, они растут, значит, им можно простить много, да, и неэффективное правительство, и коррупцию, и там, что угодно, да, они растут, и это все прощает, да, сейчас эта тема уже не работает, да, сейчас, конечно... И даже Китай, да, и даже Китай. Я бы сказал, особенно Китай, да, потому что вот... 50% ВВП в виде инвестиций, это что-то как-то многовато. Вот цифры, мне все это напугают, да, каждый раз, когда мне говорят там, что, ну, Китай там 7% будет дальше расти, мне всегда вопрос, за счет чего? Предельная эффективность инвестиций, она очень-очень низкая, да, то есть вот эти вот увеличения постоянной инвестиций, оно же не приводит к ускорению роста, да, и вопрос, если вы построили дорогу, ее же нужно содержать, на это нужно тратить ресурс, который вы не можете направить, соответственно, на развитие. Опять же, да, рано или поздно у вас эта система должна остановиться, у вас должна начаться какая-то структурная внутри перестройка, а это будет сопровождаться, соответственно, просадками темпа роста. Ну, то, что мы в Китае видим сейчас, да, и структурные перестройки. Да, дальше, да, там, это падение, в случае Китая, цены на металлы, на нефть, скорее всего, да, с учетом, опять же, США там и сланцевой революции, в общем-то, ситуация для России, для рубля складывается... Опять очень-очень неважно, к сожалению. То есть здесь остается только одно, да, то есть, как говорится, думать и, в общем-то, какие-то структурные реформы какие-то делать. Это, кстати, очень важная мысль, потому что вот желтая опасность, желтая угроза, она изменила свое качество. От китайских танков отбиться можно, и все примерно представляют, как. То есть может получиться, может не получиться, но понятно, что надо делать. А вот что делать с китайским пузырем, а с ним ничего нельзя сделать. Вот это угроза, которая не берущаяся. Раз. Во-вторых, о причинах кризиса глобального. С одной стороны, понятно, да, что это скучно. Технические причины, кто где что сделал, не так уже переживали. С другой стороны, фундаментальная причина, что на глобальном рынке глобальные монополии, и они загнивают, она не просто неустранима, с ней ничего нельзя сделать. Никто не хочет думать о своей смерти. Она не политкорректна, потому что рыночная экономика традиционная переходит в какое-то новое качество. И мы привыкли экономистам быть королями рынка, мы понимаем, как оно работает. И вдруг в него вторгается безумное количество неэкономических факторов, о которых мы с узумлением сегодня узнаем. Мы о них начинаем думать только сейчас, о той же демографии. Михаил, а можно сказать, что мы, экономисты, не понимаем, что происходит? Нет. Мы понимаем. Ну, скажем так, кто-то понимает, что происходит, но хорошего выхода из ситуации не видит никто. Плохие выходы просчитываются, но они неприятны. Дальше. Нас спрашивали про перевороты в отдельных странах. Коллеги, бизнес — вещь индивидуальная, в том числе перевороты. Вот о правилах игры мы говорим за круглым столом в Давосе, а вот о нашей прибыли на основании этих правил игры мы фиксируем индивидуально. Вот перевороты — это фиксация прибыли или получение прибыли. Это индивидуальный вид бизнеса, а не коллективный. Очень важный был вопрос про разделение на зоны. Как я понимаю, речь идет о том, что глобальный рынок начинает рассыпаться. С 2008 года единственная страна большой двадцатки, которая не усилила протекционистской защиты в своей экономике, это кто? Это любимая Российская Федерация. Все остальные как-то поумнее себя ведут. Но очень важно. Да, в течение ближайших десяти лет, с моей точки зрения, глобальный рынок распадется. Но часть глобальных рынков распадется, а часть глобальных рынков останется. Я убежден, что глобальный рынок мобильной связи останется. Захотел я позвонить в Вашингтон сегодня, позвонил со своего мобильного, точно так же позвоню через десять лет. А другие рынки рассыпятся. И вот какие рынки и как будут разделяться, это очень интересная тема, но она опять-таки не политкорректна. Раз, она пугает. Два, поэтому не хочется им заниматься. И она противоречит глобальной идеологии бизнеса. Спасибо, Михаил. Володь, буквально 10 секунд. Маленький комментарий. Я, честно говоря, не верю, что рассыпется на зону по одной простой причине, что делать деньги на интегрированной экономике гораздо легче, чем на локальной. На локальной. Точнее, скажем так, объединять это очень прибыльное занятие. Вот главной прибылью будет бизнес между двумя локальными экономиками. Спасибо огромное. Михаил Делягин, Владимир Двагин в сухом остатке. Спасибо, гости. Спасибо. Радио.